я хочу познакомить вас одни вас с одним молодым человеком как нас свела жизнь в риге на новой волне мне очень понравилось выступление одного испанца оказалось он не испанец вовсе просто надо было от какой-то страны назначить выступающего он оказался немец но так как долго жил в испании пел песню на испанском языке его объявили испанцам приехав на новую волну он принял латышский за русский язык потому что все говорили на русском он приехал в латвию думал что это латышский то есть извините наоборот когда мы с ним познакомились я был больше всего восхищен его игрой на рояле он сам себя компанировал всегда куда бы его не приглашали и никогда не пел под фонограмму я ему говорю вот никто меня не слушает в россии из наших поп звезд кстати очень интересно меня меня мне мне недавно прислали письмо написали вы звезда через и вот это это вот что не попса то звезда через и и я говорю они не слушают они не берут мелодичные песни они все вот скажите много из песен которые сегодня поются попсой вы можете спеть на заваленке или вот под этим делом вечером за столом спеть ничего невозможно почему пелись песни русским народом по вечерам чтобы горло не болело люди которые поют мелодичные песни по вечерам у них иммунитет у них не бывает гриппа прививка не нужна не буду вдаваться в подробности звали его брендан стеон ну это естественно погоняла попсовая я им говорю давай хочешь в россии деньги зарабатывать чё там в германии заработаешь ничего да хочу давай учить русский по моей методике если все языки мира смешать получится русский это я шучу сейчас но примерно так он действительно знает много языков и поэтому ему легко было выучить русский и что вам сказать ну начали мы выступать вместе в конце концов я не умею петь если я запою люди уйдут из зала потому что у меня медведь на ухе на ушах не танцевал у меня стадо медведей танцевала на ушах но вот в чем-то когда поет брендан это я пою то есть я бы так пел если бы я петь умел я ему очень много чего интересного рассказал он написал на стихи гумилёва между прочим в песню я ему рассказал кто такая ахматова как гумилёв вернувшись из африки читал ей вот эти стихи в общем мне кажется наш наш дуэт получился и так брендан стелл попал мне трудно я не на черном не умею играть ради это импровизация была меня брендан учит двумя пальцами играть одним уже научил уху пришел я же больше ничего не умею а давайте так Аплодисменты. 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 И мой учитель Брэндон Стеун. Аплодисменты. Браво! Брэндон Стеун. Наш друг из Германии. Аплодисменты. Это Аркадий Арканов. Я его называю Аркаша. А когда-то называл Аркадий Аркадьевич. А когда-то, простите, даже забыл. Называл Аркадий Михайлович. Наша дружба началась вот с чем. Мне повезло. Я был русским. Нет, я и есть русский. Но в советское время большинство юмористов были евреи. И была такая бригада юмористов, которая ездила с гастролями по разным городам. Арканов ее возглавлял. Входили в нее Измайлов, Брайнин, Добужский, Смолин. И ни одного русского. Я был в ресторане ЦДЛ. Получил билет писательский. И был очень горд тем, что теперь в ресторан Центрального дома литераторов могу проходить официально. И ко мне подошел Измайл и говорит, пойдем к нашему пахану Аркану. Есть дело. А Измайлов-то знал секрет, что я русский. И привел меня к Аркану и говорит, вот, нам нужен этот пацан. И Аркан мне говорит, нам нужен русский, хоть один. Вот так я вышел, благодаря Аркану, впервые на официальную сцену. И стал выступать. Мы много с ним колесили по стране. Он научил меня красиво выпивать, красиво закусывать, не торопясь курить. Курить в то время слова травки не было еще. Он все делает со вкусом. Знаете, и прикалывается со вкусом. Например, благодаря Аркану, вот этому невозмутимому, никогда почти не улыбающемуся человеку, я обязан тем, что он показал мне, как можно жить шутя, но всерьез. Например, в Одессе 1 апреля был наш с ним концерт. Мы вышли из гостиницы. Весна, ну, тем более одесская, роскошная весна. Солнце пригрело. Появились автоматы с газированной водой на улицах. Но было написано, автомат не работает, нет воды. Еще не подвели воду. Аркан смотрел, смотрел своими вот этими глазами. У него глаза как у краба такие. Смотрел, затянулся, сказал, мне неудобно, он сказал. Я уже старый, мне 40 лет, сказал он. Это мне сейчас смешно даже говорить об этом. Возьми с телефона автомата табличку, воду не подключили, автомат не работает, и перевесь на телефон автомат. Вот, клянусь, пускай одесситы не говорят, что они все с хорошим чувством юмора. Я перевесил. Первый же одессит, который пришел, как вдарил по автомату, говорит, гады, говорит он, в воду не подключили, телефон не работает. У нас замечательное было время. И поэтому мне захотелось обо многом поговорить со своим бывшим пахоном, с товарищем старшим, который наставлял меня на путь истины. Вновь на рассмотрение Государственной Думы направлен законопроект по борьбе с курением на территории Российской Федерации. Пункт первый. С 1 июня 2013 года все население нашей страны объявляется некурящим. Курить с 1 июня по 1 июля 2013 года разрешается на расстоянии не ближе 1500 км от Красной площади. И не ближе 750 км от государственных учреждений, больниц, школ, детских садов, магазинов, рынков и мест общего пользования на всей территории Российской Федерации. Курить также разрешается в лагерях строгого режима гражданам, приговоренным судом к пожизненному заключению. Пункт второй. Солдатам и офицерам Российской Армии разрешается курить только на территории врага, в местах, где хранятся боеприпасы, оружие и легко воспламеняющиеся вещества. Пункт третий. Граждане, нарушившие пункт первый и пункт второй, подвергаются штрафу в размере 50 минимальных заработных плат за каждую зафиксированную затяжку. Пункт четвертый. Граждане, замеченные курящими в присутствии детей, собак, кошек, птиц, рыб и других домашних животных, приговариваются к принудительным работам на территориях Афганистана, Пакистана и других стран, на землях которых выращивается мак и аналогичные растения, содержащие наркотические вещества. Пункт пятый. Президенту Российской Федерации и членам правительства разрешается курение в строго отведенных бункерах на глубине 500 метров от поверхности земли только в случае бомбардировок во время военных действий или народного восстания. Пункт шестой. Последний. Депутатам Государственной Думы в обязательном порядке разрешается курить специально разработанные в Сколково электронные сигареты, пропитанные указами и мыслями президента, легко усвояемые организмом и вызывающие непреодолимое желание либо заняться джудо, либо усыновить сироту инвалида, либо замочить в ближайшем сортире любого гражданина, несогласного с принятым законом. Так что вот, те, кто меня услышал, поймите меня правильно. Не курите и не курите. И не надо начинать это делать. Вот. Но не считайте, что факт того, что вы не курите, делает человека курящего ниже вас по достоинству. Мы все одинаковы. Продолжение следует...